Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня поговорим о мерах поддержки многодетных семей. Как мы знаем, при рождении третьего ребенка на территории Ульяновской области многодетным семьям выдается земля под строительство жилья. Некоторые семьи были недовольны тем, где именно им выдали участки, так как на их территории не было всех необходимых коммуникаций. Ситуацию постепенно приводят в норму и справляют. В следующем году планируется завершить строительство водопроводов в селе Карлинское, квартале Г, а также закольцевать водопровод в квартале Д. Об этом 30 ноября заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время объезда земельных участков, предоставленных многодетным семьям в селе Луговое. Основная проблема сейчас в дорогах, тогда надо заниматься здесь дорогами, Андрей. Здесь реально заниматься дорогами. Как сообщил Владислав Игонин в Рио главы города Ульяновска, в ходе посещения участков в Луговом одним из самых актуальных является вопрос водоснабжения. То есть жители, которые сейчас живут, они, конечно, бурят скважины. Город Ульяновск оказывает финансовую помощь в части возмещения затрат на бурение скважин. Но, тем не менее, вопрос стоит очень остро. И на сегодняшний день у нас у Ульяновского водоканала есть предпроектное решение уже по водоснабжению не только данного микрорайона, это в целом и пригородной зоны железнодорожного района. Мы поставили перед собой задачу составить ПСД в следующем году. И после того, как мы в следующем году получим проектно-смертную документацию, будет определена стоимость уже водовода полностью на весь, скажем так, жилой комплекс в железнодорожном районе. По словам многодетной мамы, так называемого мэра участков для многодетных семей в селе Луговом Мариной Андреевой, в 2019 году продолжилась работа по строительству сетей электроснабжения. Свет стали подводить именно в 2019 году. И вот на данный момент у нас есть 14 домов, в которых уже проживают люди, то есть это построенные дома, где в эту зиму они остаются жить. В этом году у нас заложено порядка 60 фундаментов. Издвиги по строительству есть, это действительно видно. В настоящий момент в 14 из 30 построенных домов на постоянной основе проживают многодетные семьи. Их все устраивает. О жизни в новом квартале рассказала многодетная мама Светлана Кудряшова. Живется здесь у нас очень весело, народ очень дружный. Мы все праздники проводим здесь. У нас здесь своя площадка. Даже не праздники, даже что-нибудь надо обсудить. Мы собираемся здесь, делаем шашлыки, поем песни под гитару. Поэтому мы сблизились и сдружились семьями со многими. По информации Управления по строительству в текущем году в Луговом совместно с представителями инициативной группы многодетных семей определены приоритетные участки дорог для их дальнейшего обустройства. Но уже сейчас на территорию массива завезли более 1300 тонн асфальтобетона. Инертным материалом отсыпано 1500 метров дорог. Что касается проводимой работы по обеспечению инфраструктуры земельных участков в кварталах ГИД по проспекту Дружбы народов, то здесь полностью завершено строительство сетей электроснабжения. В этом году продолжились работы по организации водоснабжения. В 2020 году строительство водопровода завершат в квартале Г, а также в квартале Д выполнят закольцовку водопровода. Дополнительно, при достаточном финансировании будет рассмотрен вопрос строительства внутриквартальных сетей квартала Д диаметром 100 метров и протяженностью 6300 метров. Как доложил глава администрации Заволжского района Наил Юмаколов, в связи с обращениями многодетных семей выполнено устройство наружного освещения на улицах Дементьева и Студенческой. По итогам объезда губернатор Сергей Морозов поручил ответственным лицам продолжить комплексную работу по обеспечению земельных участков для многодетных семей всей необходимой инфраструктурой, уделив особое внимание опросам вода и газоснабжения, а также об устройстве дорог. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.